вот солнышко спряталось и стало так как-то неуютно неприветливо вот так вот все вот так выглядит мой садик садик все готов к зиме все ну еще розочки потом прикроем вот а так все с розой и я не знаю что делать ребята я от нее в шоке я хотела ее может срезать и чтобы она по новой пошла лёша говорит если срежешь то она вообще попрет будет жировать потому что ну корень уже хороший но другого выхода я не вижу мы с ней не справимся просто мы с ней не справимся нет у нас этой косточки все продавать а что нам продавать кому продавать лёша никому не я допустим у меня есть такая косточка да но дело в том что кому ты будешь тут продавать кому и что продавать вот это вот что у каждого во дворе всего полно надо ехать на трассу у меня была такая мысль помнишь я тебе говорила все остатки будем возить на трассу да не на трассе никому все заелись ну что дождик сейчас будет дождик будет ну да тучки он заволокли все небо заволокли только было голубое небо следующий раз что успеем смородина но не успеем а может успеем ну давай сейчас ладно уговорил потом ну пошли это я такая сговорчивая лиски постригли ногти ну не поймет же если линка если лиски дадут вкусняшку и нет надо обоим давать обидится да поэтому обеим все у нас это стричь ногти это вы может видели в этом ой не причесалась шапку сняла лёшек предложил ногти постричь я пока руки помыла туда-сюда вред давай пострижем все отложила чтобы не забыть потому что мы уже собираемся неделю ей постричь ногти и все забываем видели может в интернете да как собакам стригут ногти как они падают как они орут у нас лиска не орет но но она сидит вот так вот и вся дрожит сколько мы стрижем столько она и дрожит вся и я дрожу потому что я боюсь не я сейчас уже наловчилась как я первое время я очень боялась стричь ногти мы ходили в клинику там вот ей 300 рублей строю стоила стрижка ногтей вот и мы стригли ногти ей в клинике клиника у нас была вот там буквально через дорогу в этом первого кто знает на новогиреевской новогиреевская 54 по моему клиника ну в общем а когда сюда приехали кто будет стричь лёшек нет лёшек да не лёшку даже доверить это нельзя да лёшек потому что ну нельзя это собачкам очень больно когда вот чуть больше отрезаешь вот до крови бывает не у меня сейчас такого не бывает было один раз со стрела прямой у меня прям все сжалось внутри так но сейчас я потихонечку смотрю вот вот так вот чеканула посмотрела чеканула посмотрела вот так чик-чик все нормально и как-то и я стала посмелее хотя очень страшно все равно но стригу а что делать а кто будет стричь это надо делать потому что далее лишь или или стрижем или лиски стрижем всем лёшек сам себе стрижет балешек ой ребята вчера было много комментариев вчера у нас был понедельник чтобы вы ориентировались немножко я еще для новых зрителей я повторюсь что у нас видео выходят на день позже потому что очень медленный интернет и пока это все загрузится вот я гружу его сегодня на завтра вот так не получается у меня на сегодня потому что ну не успевает загрузиться вот что я хотела сказать а и вчера вот в понедельник было много видео о нашем интерьере чтобы она опять это понеслась эта песня что вы барахло все собираете что такое захлебнулась во первых я не собираю барахло и у меня здесь не выставка барахла она у нас здесь была это вот мебель да по вашему барахло я его не с улицы принесла я его не где-то не выпросила ни у кого-то не где-то не на помойке нашла здесь она прописана так скажем да она здесь живет в этом доме вот у вас никакого стиля вот поставьте это сюда вот покрасьте в белый цвет вот вот это вот так вот это кого слушать я не знаю поймите меня я не хочу никого слушать да вы имеете право высказать ваше мнение свое мнение можете даже посоветовать но решаю я а у меня в доме нет никакого стиля понятно вообще никакого как раньше вот как раньше люди жили без стиля как раньше жили никакого стиля не было у каждого в квартире стояла стенка диван ковер висел на стене на полу все вот вами весь стиль на кухне стол холодильник и ну какая-никакая там кухонь к той кухоньки не было просто мойка стол все вот какой стиль и люди жили и было уютно было тепло уютно атмосфера была добрая такая вот а сейчас какие стили что за стили зайдешь квартиру и эхо по всей квартире вот это вот стиль мне такой стиль не нужен взяли моду стиль стиль ерунда мне не нужен мой стиль это уют и и удобство понимаете вот как мне уютно как мне удобно вот это вот для меня мой стиль так понятно и вот здесь вот ой зачем стал и наставили стол и поставила потому что мне они нужны понимаете они мне здесь нужны да я сюда буду выносить вот пока морозом не буду здесь наверное не будут таких морозов какие-то продукты что-то вот здесь у меня будут холодное место ноги куда на стол на стол 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 вот сюда в буфет там какие-то эти все мне больше ничего не надо мы эту пристройку построили для удобства здесь у нас не салон какой-то не прихожая не какая-то комната стильная очень нет здесь просто обычная комната обычная сени веранда деревенская в деревне да если бы дело речь шла о квартире в москве да там совсем другое дело хоть москве хоть где-то в городе да я понимаю да это квартира это город а у нас здесь деревня должно быть уютно удобно чисто все и никаких стилей хотите стиль пожалуйста делайте себе стиль а я не хочу вот так вот не хочу меня вот это все устраивает мне приятно смотреть на это меди мне приятно смотреть на вот эти сундуки на вот эти ящики с яблоками с помидорами вот на этот стол приятно смотреть с тыквами с яблоками с дыней вон ну понимаете мне это нравится мне это нравится да я если честно устала от городских квартир мне они абсолютно как-то и от ним равнодушно к этим стилям всем в квартирах меня это как-то не трогает и мне не хочется какого-то там прям стиля такого да я посмотрю посмотрю картинки да на картинках так красиво все сделано все прям но в первую очередь для этого ребята нужны деньги вот так просто элементарно нужны деньги чтобы сделать какой-то стиль вы мне там скажете можно покрасить старые эти там это нет 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 это та же самая деревня может быть я в чем-то не права можете высказывать ваше свое мнение мне так нравится вот эти вот эти вот столы пусть даже они еще не покрашены вот и что вот этот шкаф да и буфет этот варя там уснула в этом кресле мавычки хорошо так что не надо мне рассказывать про стиле да а то прям сразу все такими дизайнерами стали прям мама дорогая хавайся куда ты только была на улице лиска на улицу собралась гулять дома вот так что это по поводу стилей можете там писать да вот у вас не стильно вот у вас не то и не ну что а мне нравится как есть мне удобно у нас уютно классно так ладненько мне мне надо сейчас поставить вот это в водичку цветочки по вазочкам растыкать и хотела сделать сегодня бутербродики не буду делать бутербродики потому что у меня нет хлеба нет хлеба там осталось мало надо испечь ну ладно завтра буду печь наверно завтра испеку хлебушек а послезавтра сделаем бутербродики покажу вот а что еще хотела сегодня кашку сварила что-то еще хотела сделать лёшек ты не помнишь что я говорила ничего не хотела да ну да ладенько время пол первого скоро обед сейчас пока растыкаю цветочки по вазочкам немножко сяду передохну передохну да и все вот и все дела ну я хоть спокойно все у меня теперь там вот на клумбах порядок вот правда конечно голо пусто но зима скоро скоро зима видите посыпала вам там и сюда посыпала и на пиончики посыпала удобрения осенние под кортензии в общем везде посыпала под все кусты лёшек посыпал а я досыпала осталось под смородинку нам посыпать и тогда все осталось по смородинку посыпать перекрыть тепличку и все да лёшек и мы к зиме готовы да и мы к зиме готовы да ты вообще слышал о чем я говорила слышал да вот этот кулончик мне лёшек подарил ты помнишь вот со скорпиончиком а мне мне очень хотелось ребята такую вот эту иконку чтоб Дева Мария с Иисусом Христом вот такую маленькую иконку очень хотелось ну папа помоги решить задачу 1 2 плюс 0 5 равно сынок ты чувствуешь что литр надо казать не могу ну ладно ой сколько у нас градусов градусов 6 до на улице 6 градусов тепла ладно надо прощаться с вами а я не могу с вами никак не хочу распрощаться что вам еще рассказать что вам еще рассказать достала вот этот вот приборчик знаете да сатурацию мерить меряю вчера тоже что-то слышу но вот у меня спрашивали а зачем вы нюхаете ее вот йод нюхала моя мама я вспомнила ребята и вот у меня запрышело в горле в ухе и в носу ухо горло нос все же оно связано да вот это вот я вспомнила что мама нюхала йод я вот понюхала вот первый день понюхала вот сидела за завтраком просто вот так понюхивала так прям чтобы аж вот так вот туда раз раз вот с утра потом где-то в обед вечерочком понюхала все у меня как-то прошло вчера слышу что-то как-то тоже вот вот вчера понюхала вечером утром встала все нормально так что имейте ввиду да я думаю на йоду аллергии не бывает вот при первых симптомах как только что-то почувствовали нюхайте йод вот вот ну что ну что ну что все я вам больше ничего не могу рассказать на сегодня поэтому все будем прощаться такое вот видео ну а что в огороде уже мы не копошимся вот немножко на клумбах сегодня там и вот в доме немножко поболтали можно было бы посидеть сесть нормально да попить кофейку поболтать вот так нет же мне же не сидится мне уже писали а почему вы стоя все делаете ну вот не знаю вот я так привыкла на ногах на ногах бедные мои ноги они наверное жалеют что мне достались ну как-то непривычно я вот себя вы знаете работала еще в магазине вот нет покупателей да пусто никого нет сядь да присядь и сиди есть время там да вот когда особо такой работы не было так нет же я стою я себя ловлю на мысли и говорю себе да чё ж ты стоишь сядь ну да в Москве я работала продавцом последние годы работала поваром перед пенсией вот а так в начале моей трудовой карьеры после техникума закончила я механический техникум по специальности обработка металлорезания техник технолог по обработке металлорезания вот и по направлению в общем работала техником конструктором по режущему инструменту вот а потом а потом пошла продавцы работала в промтоварах работала в хостоварах ну на таком на штучном товаре вот в Москву приехала тоже пошла работать продавцом работала на сувенирах работала на хлебе работала на колбасе вот потом перешла а на рыбе еще какое-то время работала ой мама дорогая там меня обули хорошо зарплату не отдали да все делается очень четко так знаете месяц отработала а она у меня а не месяц я отработала говорю ну а я ж лохушка говорю я нашла другую работу буду уходить на другую работу не месяц обманываю не что-то немножко там она мне не отдала не целую зарплату а вот тысячи три по моему все делаем этот в общем до этого делали все переучеты все было четко делаем переучет я ухожу она мне говорит у тебя недостача на три тысячи в общем то что я заработала ничего она мне не отдала вот так вот такие наглючие вот такие наглючие да хотя рыба фу я вся воняла этой рыбой фу у меня была вот одежка сменная я приходилось полностью переходила полностью переодевалась вот потом когда уходила все это снимала и то от меня воняла рыбой фу 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 а потом пошла работать на этот на штучный товар вот на остановках раньше были магазинчики такие в Москве палаточки их называли сигареты пиво напитки там ну всякое такое дребедень всякое там проработала я 7 лет сутки через сутки ох понесло меня до рассказывать ой разговорилась да вот так 7 лет сутки через сутки обалдеть о чем молодость да здоровье через край и вот сутки сутки на ногах почти не удавалось ночью удавалось поспать там два-три часа ну когда как 4 часа бывало ну как на ящиках на коробках с пивом потому что магазинчик был же маленький такой что там холодильники за холодильниками за холодильниками коробки поставишь уляжешься на них не постелишь там было у нас одеялко такое чем-нибудь и прикроешься зимой от холодильника в тепло летом от холодильника в жара так что так ой было 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 да ладно все ребята хватит болтать а то мои цветы завянут попрощаюсь с вами до завтра давайте пока пока завтра встретимся я надеюсь я надеюсь я надеюсь какая красота я с вами никак не распрощаюсь ай красота красота ой сейчас включу вот так свет о о вот так да пускай они немножко подношены такие вот потрепанные немножко но все равно красивые ну и пусть они еще постоят порадует меня вот да скажите классно мне нравится ну теперь пока пока пока